В октябре этого года многочисленные паломники стремились в Жадовский монастырь для того, чтобы поклониться иконе с частицей целебных и чудотворных мощей Святой Блаженной Матроны Московской. Приложиться и попросить у скоропомощницы здоровья для себя и своих близких. Там, в иконе, самый почитаемый святой со своими просьбами и чаяниями обращались не только жители нашей области, но и соседних регионов. Всегда помогает. Мы здесь первый раз. Мы сейчас из Сызрани, Октябрьский. Но верим. Помогает всегда, если нужно просить и поступать соответственно по совести. Тогда все будет по вере нашей. А 24 ноября в Ульяновск прибыл ковчег с частицей мощей Святой Матроны Московской. У Спаса Вознесенского собора стали собираться тысячи верующих ежедневно. Несмотря на погоду, огромные очереди и часы ожидания, люди продолжали стоять. На улице... И мороз не пугает. Ничего. Самое главное, нужно обязательно посидеть. Ехали мы недолго, здесь всего полчаса. А стоите сколько? Да это не важно. Это совсем не важно. Главное, чтобы мы сюда попали. И в храме. Узнала, что у нас привезли икону к нам в Ульяновск. И решила тоже попросить для семьи здоровья. Так как слышала, читала, что она является главной помощницей. Наверное, около полутора часов уже стояли. Сначала за свечками и в целом очередь здесь. Но все, что не делаете, все к лучшему. Главное дойти до цели. Ковчег с мощами Матроны Московской уже побывал в соседних городах Поволжья. В Самаре, Саратове, Пензе. Доставлен он с родины Блаженной Старицы из Тульской епархии, где на протяжении многих лет святыня хранится в Свято-Успенском монастыре города Новомосковск. С 2012 года по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в нашей стране осуществляется программа «Духовная связь», благодаря которой епархии могут принимать у себя почитаемые православные святыни, такие как мощи Блаженной Старицы Матроны Московской. Мы считаем очень важным восстановить те духовные и культурные связи в сознании нашего народа, в его духовной жизни, которые помогали бы нашему народу созидать наше государство и, конечно же, в первую очередь жить по заповедям Божьим. Святые своим посещением проявляют заботу Божию о земле российской и отдельных ее городах и регионах. Через мощи святых благодать Божия передается людям, верующим, молящимся, которые со своими просьбами и молитвами обращаются ко Господу. Мы надеемся, что пребывание мощей святой Блаженной Матроны Московской внесет оживление в христианскую жизнь города, внесет воодушевление в души христиан и какие-то изменения, может быть, в общественной и личной жизни всех ульяновцев. События для православного Ульяновска действительно уникальные. От того очереди к Матроне не убавлялись на протяжении всего запланированного срока. Ежедневно к святой приходило более 10 тысяч человек. Ковчег с мощами Матроны Московской по плану должен был остаться в Спасовознесенском соборе до 30 ноября. Но по просьбам жителей и по настоянию митрополита Симбирского и Новоспасского Анастасия время пребывания святыни продлили до 4 декабря. Такое количество людей – лучшее подтверждение многочисленных чудес, совершаемых Святой Матроной. Мы просто знаем, что была такая Матрона, помогала людям. То есть ходим, когда молимся в церковь нашу, например, там также к иконе к этой подходим, видим то, что люди именно к ней больше поклоняются, помимо других икон. То есть, ну да, чувствуем и молитвы знаем. Святая Блаженная Матрона Московская – одна из самых известных и почитаемых православных святых 20 века. С самого рождения и до кончины жизнь ее была примером терпения, сострадания, любви и самоотречения. Дар предсказания и исцеления открылся у Матроны уже в 7-летнем возрасте. С тех пор она помогала каждому, кто просил помощи. Жизнь ее была удивительным свидетельством истинности веры православной, удивительным свидетельством силы веры. Напомню, что Блаженная Матронушка была слепа от рождения, но при этом Господь одарил ее благодатной способностью видеть будущее и открывал ей сердца человеческие. Огромное количество людей приходили к ней за помощью, за утешением, за наставлением. И каждый получал тот духовный дар, которому было открыто его сердце. При жизни Матроны были известны удивительные случаи исцеления больных. Например, неходячий мужчина, живший в соседнем селе, от Матроны ушел на своих ногах. Немало историй со счастливым концом и сейчас. Матрона никогда ничего не просила взамен. Лучшей наградой за помощь всегда была вера. Верить в Бога и не отчаиваться по мере сил, пытаться исправить свою жизнь от грехов. Вот чему учила Блаженная Старица. В душе у каждого человека в любом случае есть вера. У каждого, наверное, она своя. Мы пришли сказать спасибо за то, что у нас двое прекрасных детей, чтобы они у нас заросли здоровенькие, умные, чтобы все у нас было хорошо. Главное – счастье в семье и любовь. Вообще необходимо, это важно. Для спасения наших, наверное, душ, вот это прежде всего, уверовать. Сотни людей в храме – это сотни историй. Для одних это слишком сокровенное, другие делятся, едва сдерживая слезы. Хочу просить о выздоровлении моего племянника Вадима после операции, о помощи мужа, чтобы родные мои пришли в храм. Я благодарю за помощь моей дочери Ксении. Я просила ее раньше, она мне помогла, и дочери моей поддержала ее. Особо почитаема Блаженная Старица в молодежной среде. Часто ей молятся о крепости брака, о рождении и здоровье детей. Молодые люди здесь для того, чтобы попросить святую о самом сокровенном. Или сказать ей спасибо за уже проявленное чудо. Приходят целыми семьями, с детьми. С самого детства мы ее причащаем, она сама просит. Когда видит по телевизору патриарх или церковь, она сама говорит, мама, надо причаститься. Вот и узнали, что привезли икону. Она тоже захотела, пришли. Конечно, что попросишь, то и получишь. Смотря как попросишь, верить нужно в это. Вот, так вот. А что просили уже, если не секрет? Чтобы работа хорошая появилась. Она появилась. Чтобы семья появилась, она появилась. Просили детишек, просили здоровья. Все сбывалось. Для кого-то это первая встреча с Матроной. Кто-то уже не раз прикладывался к мощам Блаженной Старицы. После эксгумации они хранятся в Покровском монастыре в Москве и в Свято-Успенском соборе в Новомосковске. Овчинниковы уже побывали в Московской святыне. Теперь пришли поклониться Матронушке в Спасовознесенский собор. Шесть часов отстояли там, слава тебе, Господи. Это первый раз, когда я просила о прощении грехов. Потому что мне казалось, что если Господь простит грехи, значит здоровьем будет. А ездили, потому что здоровья не было. Ну и Господь устроил. Послал такую болезнь, что грехи все вспомнились. Пришло так вспоминать все, копаться в себе, каяться. Слава тебе, Господи. А теперь поднимает потихонечку. Вот наденемся опять на помощь. Да, Матронушка слышит. И причем она слышит не так, как нам бы хотелось. Помолились. Все тебе, Надя. Нет. Господа так попросила, что Господь устроил, чтобы к покаянию прийти. Для верующего православного человека, я думаю, что это событие неординарное. Событие неординарное. Не часто нам доводится прикладываться к мощам Блаженной Матронушки, святых наших. Спаси Господи. Спаси Господи. Молим Матронушку Блаженную о спасении. По-разному описывают верующие свои чувства, побывав перед иконой или прикоснувшись к мощам Матроны. Когда святая принимает молитву и просьбы, на душе чувствуется облегчение. Ощущение благодати. Помощь просила у Матушки Матроночки, чтобы для всей семьи, для детей, для мужа, для меня, чтобы исцелила душевно и телесно. Хорошо прикладываться к Матронушке. Надо читать молитвы, просить ее. Не просто прикладываться, а надо читать молитвы, просить. И вести себя хорошо, достойно и не грешить. Благодать большая. Спасибо всем, кто нам устраивает такой вот. Благодать припозь делает. Здоровьем всем. Спасибо большое. В Спасовознесенском соборе находится мощь святого блаженного Андрея Симбирского чудотворца. Прибытие ковчега с частичкой мощей святой Матроны, по мнению священнослужителей, только усилило благотворное влияние на симбирскую землю. А в жизни прихожан навсегда оставило светлый след на душе, надежду на чудо и бесконечную веру. Редактор субтитров А.Семкин